На Байконуре готовят к запуску космический аппарат «Электроэлл» номер 2. Сейчас идёт заправка разгонного блока «Фрегат». По сути, это малый космический аппарат, который выполняет задачу выведения спутника на рабочую орбиту. На заправочной станции проходит сегодня заправка разгонного блока «Электроэл» именно компонентом ракетного топлива «Окислитель». Во времени у нас она идёт без остановки технологического графика около двух суток. Новый метеоспутник «Электроэл» обеспечит съёмку нашей планеты в разных спектральных диапазонах от видимого до инфракрасного. Частота обновления снимков от 15 до 30 минут. «Электроэл» выведут в космос ракетой «Зенит». Старт 11 декабря. Частная компания «Блу Ориджин» испытала многоразовую ракетоноситель для космического туризма «Нью Шепард». В беспилотном режиме ракета поднялась на высоту 100 километров к границе космоса. После этого капсула отделилась от единственной ступени и благополучно спустилась на парашютах. Ракетоноситель с помощью двигателей совершила вертикальную посадку, точно приземлившись на посадочную площадку. Добро пожаловать, «Шепард». Новая экспедиция на МКС отправится на корабле «Союз ТМА-19М». Юрий Маленченко, Тимоти Копра и Тимоти Пик проработают на орбите 7 месяцев вместо 6. Запуск в середине декабря. Олег Каноненко, работающий на МКС, пожал руку человеку, который находился на Земле. Во время эксперимента «Контур-2» он дистанционно управлял механической рукой-манипулятором. Так в будущем космонавты с орбиты любой планеты смогут управлять роботами на поверхности. В рамках этого эксперимента Земля является исследуемой планетой, а МКС, там, где я сейчас нахожусь, представляет собой орбитальный пилотируемый корабль. Космонавт на МКС является человеком-оператором, который управляет находящимся на поверхности исследуемой планеты роботом или группировкой роботов, связанных между собой телеканационными каналами связи. Активная галактика Центавра-А, в центре которой сверхмассивная черная дыра, массой в миллиарды масс Солнца. Расстояние до нее 11 миллионов световых лет. Центавра-А сформировалась после столкновения двух галактик. Снимок составлен из фотографий, сделанных наземными и космическими телескопами. На снимке — метеоры из двух ярких ноябрьских потоков Леониды и Тауриды. Эта фотография получена методом наложения кадров, когда болиды попадали в поле зрения камеры. 20-километровый Фобос Спутник Марса вращается вокруг Красной планеты на высоте около 6 тысяч километров. И расстояние это постепенно сокращается. По мнению ученых, через 100 миллионов лет гравитация Марса разорвет Фобос на части. 27 ноября 1971 года после полугодового полета спускаемый модуль советского межпланетного зонда Марс-2 достиг поверхности Красной планеты. Однако во время спуска аппарат вошел в атмосферу Марса под более крутым углом, чем планировалось. Парашютная система не погасила скорость, и модуль ударился о поверхность Марсианской долины на Неде. Тем не менее, Марс-2 стал первым искусственным объектом на Красной планете. А его орбитальная станция проработала на орбите Марса больше 8 месяцев. Наиболее перспективными для поисков жизни в Солнечной системе ученые называют спутники Юпитера и Сатурна. И, конечно, Марс. В Институте космических исследований Российской академии наук разработали прибор для поисков микробной жизни в атмосфере Красной планеты. Он будет установлен на борту аппарата «Экзомарс». Прибору не потребуется рука-манипулятор для забора грунта. Пыль будет попадать в анализатор вместе с ветром. О поисках жизни в Солнечной системе. Репортаж Максима Фалилеева в программе «Космонавтика» на телеканале «Россия-24» в ближайшие выходные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова